всем доброе утро у меня чарли вчера блеванул в общем пятеро пять раз два пара два пару раз вот что-то ему не пошло скажем так и пришлось все стирать поэтому смотрите как у меня бомжовник тут уже все в принципе высохла ты чё вчера блеванул то бывает у собак такой бывает и он знаете он так пугается когда он это делает во первых сам боится потом идет куда-то на диване представляете но не в этом суть я уже позавтракала но без кофе как точнее кофейного напитка и сейчас вот себе это навела развела и сожру одну вот такую помадку смотрите я уже три в принципе съела за эту неделю поэтому возьмем одну конфеточку а это холодильник опять уходит чтобы не расставить я так давно не была в этом парке уже вообще не помню когда в последний раз еду такая вообще знаете очень стало заметно кстати если не ваши покраснения это усики убрала и там увидела в зеркало парочка думаю надо удрать и вот так так заметно что уже все но многие уехали с пляжа столько парковочных мест свободных вообще где он чарли чарли баму бежит бежит занимаются наверное папа с сыном и вот авто на той неделе ехала здесь вообще такой столпотворитель не было а сейчас свободных мест парковочных очень много на пляже нет так столько народу в общем шикардо сам начинается самое лучшее время и такая еду думал учет я так на море долго не было потом думаю стоп как не было лишь четверг была всего два дня пятница суббота вообще представляете как же ему нравится валяться на траве он всю дорогу вот так всю траву обвалял уже смешной такой вот еще одна колонка и это уже работает буквально неделю назад здесь было все забито в три ревелюшки а сейчас смотрите как спокойно море шикарное приезжайте к нам в сентябре у кого нет детей кому не надо в школу это самая лучшая пора первые две недели сентября это самое лучшее время чтобы приехать в испанию в августе очень жарко а в начале сентября климат офигенной море шикарная и нет столько много туристов так что это я имею андалусию веду андалусия за другие районы не могу говорить потому что я там на пляжах не было не вижу смысла знаете некоторые там едут в другие города чтобы там на других пляжах побыть я не вижу смысла в этом ехать в другой город за 3-9 земель в отель но я еще отеля не люблю поэтому может быть поэтому да еще и собака она не знаю в общем я бы если ехать куда-то отдыхать я бы поехала в горы или какие-нибудь туристические зоны где история где замки но не море море мне нравится наше которое у нас здесь она шикарная здесь у нас есть все для отдыха поэтому еще и работать можно с утра что еще надо шикардос разве нет ставим лайки если вам понравится наше море вот смотрите уже все пусто парковочных мест дофига как-то даже жалко становится вот и лето пролетело все осталось позади но мы-то знаем лучшая конечно впереди да чарли все только впереди надеюсь я и жди все-таки полезу наверх потому что я еще не застелила диван кстати эту ночь читай комментарии ой чарлины слюни в общем поспала нормально знаете в 12 где-то минут 10 первого кипаса где-то наверное мотоцикл проезжают да слышите мы когда жили в старой квартире вон там там постоянно вот такие то были проезды заезды ужас где-то вот рядом но не пойму вот начал ребенок кричать немного думаю ну вот опять боже мой но нет все нормально прошло криков не было аллилуйя а и 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 такой крутой лук у меня сегодня сумка зли дал кому надо обращайтесь 50 центов штука в общем буду бизнес открывать правда как то бизнес если она и в магазине стоит 50 тысяч в общем в общем то что в том что я когда домой ехала мимо аль-кампу и заметил что все сегодня открыт аль-кампу там у нас на эту еще стоит киа вину очень все эти магазины и вспомнила что последние выходные сегодня все открыто и еду за продуктами моя лапа такая еду за продуктами ну как за продуктами вчера то я нигде не было ни что не покупала больше даже посмотрю может мангу есть хотя в принципе мне нравится в крутом в крутом фруктовом магазине продукты но не уверена что она открыта потому что открыты большие магазины за по пивом сегодня не пойдем потому что не охота просто я хочу на пляж я могу было а так как он потом нахерашится ну штук пять пива ему уже не охота никакие пляжи ничего да и мне в принципе тоже поэтому сегодня поедим дома у меня осталось так кондер чуни у меня осталось окрошки немного и я ее поем а мужу сказал делай че хочешь ты знаешь все в твоих руках все в твоих руках то есть че хочешь то и дело хочешь картошку жареную с яйцом хочешь яйцо жареное с картошкой и потому что ему это нравится я уверена сто процентов что он это приготовит хотя может быть и нет много хорошо в машине прохладу так что вот так вот кстати люди мамы дети девчонки и мальчишки а также их родители всех с праздником 1 сентября день знаний смотрю сейчас в инстаграме все на линейке в испании такого нет никаких линеек у них просто пришел и начал учиться никакого торжества ничего здесь нет ни дарения цветов никаких там подарков учителям такого нет у нас все намного в россии торжественнее и все как бы интереснее вот поздравляю вас терпение вам родители да родителям не детям а родителям потому что я судя по своей сестре натали привет тебе и терпение как она с моим крестником мучиться в прямом смысле она с ним у нас мне кажется когда мы учились было все намного проще и намного лучше чем у них сейчас и вот терпение отличного исправа и легкого как учебного года и там вот все так с цветами торжественно классно воспоминания всегда вспоминаю свою учительницу людмилу викторовну классно классный руководитель но она действительно была классная учитель так что вот так с праздником вас с праздником картошку продают у нас прямо из этого из грузовичка маленького у меня уже знаете когда увидел алькамп открытый у меня так чип оп они рвануть мне ли мне в гранату на шоппинг сразу такое потом такой думаю но мне абсолютно ничего не нужно и так знаете были как плохо да ничего не нужно а просто ходить я а просто ходить по магазинам я это буду завтра делать как всегда по понедельникам так я наверно за фруктами приехала но буду по ходу смотреть и придумывать что-нибудь что мне нужно еще помимо фруктов а кстати такие подешевели что ли 69 антон полкило конечно не дураков думать что дешево 69 копеек на рынке по евро в сети эти чё хотела цветную капусту ну что она дорогая такая 3 евро почти в общем буду смотреть чё почем и как рынке было мангу по 3 евро а здесь 299 ну конечно центр разница но это типа еще и скидка там предложение но все равно то есть что-то дешевле что-то дороже авокадо здесь тоже 445 а я брала за 5 с чем-то надо посадные ягоды черника она у нас по 489 полкило тоже черника маленьком 489 что-то прям супер дорогая а нет это это вот эти красная смородина прикиньте вот эта вот штука стоит 489 а вот это вот вот это не знаю как называется евро 95 клубника евро 89 вот это а малина сколько стоит что-то малинки не вижу маленько малинка вот 229 ну-ка клубника пахнет хоть ой как пахнет в прошлом году кстати зимой клубника была намного вкуснее чем летом парадокс и дешевле маленький кабачка хотела так кабачок у нас 75 копеек тут какие-то переростки а хороший вон там переростки недоростки арбуз не буду брать хочется и колется дынь уже взяла арбуз потом возьму пока дыни есть персики вообще ничем не пахнет вообще ничем не пахнет пахнет пойду лучше возьму парагуаю пара 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 парагуаю вот их тут сколько они стоят то евро 79 мне вот эти пахнут кстати чем не нравится ходить всякие отделы bio почему потому что здесь продай могут можно найти например всякие разные крупы которым мы привыкли таким как миху это господи как она как это миху скажите я скажу пшено хлеб вот такой вот черный в общем на много разных круп можно найти вкусняцких конечно не чуть дороже но зато более полезные гречишные даже эти макароны которые я ни разу не пробовала нам вы мне сказали что они невкусные шоколад bio разный не потому что и вот нет здесь нравится что это bio какой-то да потому что вот здесь много всяких интересных круп кино смотрите какая кино черная такая вот все вот видите вот пшено миху то есть в обычных отделах но сейчас уже все появляется булгур смотрите тоже вкусный в обычных отделах сложно найти вот всякую такую вкусняшку а здесь а здесь есть пшено это для них биопродукт так что если хотите пшено найти то оно в биопродуктах и вот так в общем смотрю смотрю орешки разные оливки соки даже пиво вина смотрите чего только нету до томаты офигеть вы когда-нибудь пробовали гранатовый сок с помидорным это же на это же надо же офигеть вот этого я точно не пробовала и как-то особого желания у меня нет гранатовый сок с помидором с томатным соком это как боже мой вот это наверно вкусно это все к обожаю но не пью а тут уже пошла вегетарианская наверное еда и всякие вот вот помню раньше мне нравился сок из морковки вкусный был гранатовый 4 евро большая бутылка хорошая в общем вот люблю лазить по таким отделчиком а вы любите лазить по таким отделчиком раньше не было такого выбора буквально где-то год два назад такой не было а с этой стороны все идет для это диетическое видите а тут прям раньше был там небольшой отделчик а сейчас аж два ряда класс и гречку здесь можно встретить но она вот такая зеленая не обжаренная говорят она более полезна чем обжаренная но когда ее варишь она не такая по вкусу то есть обжаренную гречку я еще ни разу не видела а я люблю открывать всякие вот эти вот в общем знаете есть такие люди русские которые живут в испании давно но думают что здесь нифига ничего нету здесь все есть если искать то есть все есть вот домой амарант смотрите найти можно все и ту же самую гречку вот эту но обжаренную конечно не найдешь еще не нашла но может быть я а вот остальное все нашла и черный хлеб и соленую рыбу вот я вам показал в общем если вот кто живет в испании допустим что-то не знает что и допустим сметана кефир говорят здесь нету все это есть даже вода нашла и в общем ищите ищите и все найдете я пока говорю я вот все русско ну что вот нам нравится русская все нашла кроме обжаренной гречки все остальное здесь есть не даже русский магазин нифига не надо даже селедка копченая валькампу продается вот там вот представляете копченая селедка и кумбрия соленая она просто здесь обалденная я когда пару раз покупала это такая вкуснятина что просто можно офигеть рыбы кстати сегодня нет это вчерашняя рыба завтра рыбы тоже нету в испании но по крайней мере в андалусии по понедельникам рыбы нет тому что все рыбаки отдыхают воскресенье логично логично и вся вот эта рыба она заморская скажем так привезенная поэтому понедельник нежелательно покупать рыбу вот о чем я вам говорила вот это скумбрия она просто супер обалденно вкусная малосоленая ням 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 селедка видимо закончилась лежит рядом скумбрии всегда вот кто любит селедку малосоленый вот это вкуснее чем селедка я вам гарантирую боже как я обожаю рыбу соленую жареную пареную сырую всякую я бы все здесь съела все бы съела там вот икра красная продается настоящая красная икра как все вкусно вот смотрите пожалуйста вам печень трески кому надо игра разная и труча форель это этого семги семга видите икра семги не так уж и дорого 4 3 35 сколько там 50 грамм так что это уже все идет подделка но все есть боже что это такое вкусное что это это сардина тут и сардин тоже наверное обалденно вкусный посмотрите посмотрите какая вкуснятина сколько она стоит сардина аумада причем копченая вот копченая представляете 4 евро здесь не только есть русские продукты но и вкуснее чем русские вот икра это как наша русская ну вот это вот мама и корное масло или что там пожалуйста какое хотите просто я иногда слушаю испанских блогеров или еще что-то и они прям говорят здесь этого нет здесь этого нет здесь этого нет вот это вот селедка селедка смотрите аренки это селедка копченая в масле вот просто мы не знаем как что называется и от этого от незнания думаем что этого нет все понаехала на всех просто я очень люблю вот эти селедки посмотрите какая тарелка боже на стол когда гости приедут обалдеть какая вкуснятина там небо и соус видите ням 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 да она вообще если видите крема францесса то это сметана президент евро 76 вот такая здоровая банка 30 процент здесь написано с монтана сметана 256 кислая сметана кислая сметана агре евро 19 евро 36 сметана все это сметана сметана смотрите в одном алькам по три вида я взяла это индейка вот это мужу вот такие с тыквой там начиненные взяла реки сон мы это что-то типа творога пресного фарши взяла свиноговяжий вот это штуки взяла это буду где для для спортсменов скажем так и упеет то радостный вкус я думаю что это напоминает юпи на один литр в одном литре воды 2 килокалории анчоусы взяла анчоусы с авокадо и все наверное уже по пойду по вам одну штуку покажу для волос и все и поеду домой были вопросы как я добилась розового цвета на волосах в общем это я сама розовый цвет на без намешала краску но эффект на обесцвеченные волосы на такой как у меня прям сильно обесцвеченный краска смывается эффект такой же вот как если бы я покрасилась вот этим я раньше красилась вот это это не краска этого она смывается два-три шампуня но краска тоже с меня смылась поэтому если хотите розовый цвет то вот это вот подойдет она во первых не портит волос и в общем эффект все то же самое что по краской покрасилась что вот эти видите здесь цветов очень много какие хотите там он всякие разные красные зеленые и голубые в общем какие хотите вот это вот вещь хорошая вот это для корней закрасить седину тоже суперская пользуюсь в парикмахерской вот этой штукой очень идет на ура но если у вас допустим до покраски закраски седины осталось где-то недель когда они там краситься не хотите а нужно срочно спрятать седину вот этот спрей очень вам поможет в этом проверено на моих клиентках я немного ошиблась он сделал не жареную картошку с яйцом ну торте и под это это то же самое что жареная картошка с яйцом ног и сетей на бутэпа так что вот и салат сейчас авокадо добавлю будет вкуснять мы уже накупались смотрите какой море сегодня шикарный не ветра ничего там арела но она дина она с нами она 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 залезет воды по три часа купается может найти знакомых и болтать там по два-три часа все сегодня море такой спокойный народу много все равно а мы тут с родственниками зажигаем море завел ля-ля-ля-ля а мы такие зажигаем это моя сидушка с моим зонтиком я уже дома из душа вышла накупалась сейчас хочу замариновать индюшку которую сделала здесь вот такой вот скажем так смесь маринада здесь остричный соус горчица разные специи соль этот как его чеснок в общем сейчас все это натру и до завтра это все у меня будет стоять мариноваться и запеку и будет это как бы вместо колбасы колбасу как вы могли бы заметить мы не едим я ее никогда не покупаю не потому что она мне не нравится ну потому что жиры растут а так я очень люблю колбаску любую копченую вареную но не ем уже сто лет вот замариновала мясо завтра будет духовке у меня такая вкусняшка ты уже спишь столь и в общем какой-то маленький комарик меня всю сожрал все ноги сожрал блин чешется я сейчас одна сегодня футбол по телеку ну как по телеку по платному телевидению поэтому я сегодня одна и так спать хочется прям я все выключила чтобы комары не летали но они за раз еще больше почему-то летают и меня сожрали и глаза прям вот в прямом смысле слова загру загружаются загружается уже все закрываются хотя время еще около 10 всего представляете кстати я вы выставила фоточку в инстаграм в купальники заходите смотрите ссылочка внизу пишите свои комментарии как я вам кстати никакого фотошопа просто нужно удачно встать принять скажем так позу так что встретимся с вами завтра у меня кое-что на завтра запланировано проведем день интересно а сейчас наверное я пойду прям спать все в действительно глаза примут закрываются вообще хотя знаете кого так закрываются закрывается пойду на кровать лягу спать все и сон уйдет и не вернется так что встретимся с вами завтра всего вам самого наилучшего всем пока пока